Я тележурналист в настоящее время, работаю телевидением в Кабарно-Балкарии, там делаю или небольшие сюжеты, или же крупные проекты, вроде того, который сейчас у нас. Это международный проект о нашей землячке, Хагундоковой, это тема белой иммиграции, также преподаю иностранные языки в школе детям и студентам индивидуально иногда. Проект, которым мы занимаемся сейчас, проект, о котором многие, если можно сказать, хотели бы реализовать в этой республике, но исходя из ряда причин как-то все не получалось. И проект посвящен женщине, которая очень известна во военных кругах Франции. Там ее знают как графиня Дюлюар, потому что после революции, когда они сели во Францию, она вышла замуж за графа, за французского графа Дюлюара. Она, героиня Франции, имеет награду Орден Почетного Легиона за то, что во время Второй мировой войны ею был создан передвижной хирургический госпиталь, который был очень мобильный, и благодаря этому она сама находилась на линии фронта, было спасено огромное количество жизней. И вот в данный момент я занимаюсь этим проектом. В июне я была в Париже, там была отснята часть материала, и вот сейчас я еду через полторы недели опять же во Францию, и для завершительной стадии всех этих съемок и выпуск мы планируем, наверное, на начало ноября. Это серия фильмов? Нет, это будет один документальный фильм, я предполагаю, что он будет состоять, наверное, из двух или даже из трех частей, потому что там колоссальное количество материала, генерала, которые ее знали, там, Хагундокова, которые живут там. Она работала одно время манекенщицей у Шанель, то есть там в доме Шанель планируются съемки. То есть там столько всего, что проект будет один раз, но больше. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что это есть такое нечто, которое словами описать очень трудно. Но если взять, например, человек, который жил, может быть, не знаю в ком, в 15-16 веке, и человек, который живет сегодня, они будут совершенно разными людьми, но вот это нечто, ну, в разной степени, может быть, пусть даже в самой-самой малой, но есть что-то, что вот объединяет этих двух людей сквозь вот это время. Я не знаю, мне кажется, это просто как-то вот очень сильно на генном уровне заложено, потому что вот сколько поколений уже сменилось, но все равно вот как-то это что-то, что вот от человека не очень зависит, это уже изначально от рождения влито в кровь, вот как вот так. А что это? Ну, это какое-то, не знаю, определенное, определенное мироощущение, то есть это определенный взгляд на вещи, отличный от русских, от итальянцев и так далее, и так далее. Просто у всех он в разной степени, но в общем, в целом, если взять, то это определенное мировоззрение, определенный взгляд на вещи. Ну, исходя из того, что я много путешествую и, в общем-то, на свой возраст довольно много видела, тем более, понимая языки, на которых говорят европейцы, вся европейская цивилизация, вся европейская культура, она представляется как бы это одна большая культура славянская, это что-то совершенно другое. А вот кавказскую я бы, наверное, определила как, даже, может быть, не столько в силу места расположения географического, а просто, ну, потому что, наверное, так сложилось. Но лично для меня кавказцы несут в себе определенный процент европейской, ну, в светском понимании культуры, и, конечно, вот есть определенные восточные элементы тоже. То есть это синтез. Ну, потому что, вот, например, русский для меня совсем другие, русский совсем другое мировоззрение, вот. А вот кавказцы, наверное, это какое-то… Но если говорить, например, лично обо мне, то, вот, возвращаясь тоже к русской культуре, исходя из того, что такое долгое соседство, и я могу сказать, что, конечно, язык, на котором я говорю, и эта культура мне все-таки близка. На габаритинске слишком сложно, это и долго будет, наверное, нет. Скажи на русском. Наверное, на русском. Но я здесь могу только одно сказать. Это во все времена было, это только образование. Вообще никаких других. Что значит, какие перспективы. Есть, например, намного более малочисленные народы, чем мы. Там Табасаранцы, например, у дагестанцев. И что им теперь делать? Там только один выход. И неважно. Просто сейчас тут условия глобализации. Итальянцы, например, насколько самобытная такая монолитная нация. Русские огромная страна. В условиях глобализации сейчас, мне кажется, любой народ, даже не численность имеется в виду, а вопрос выживания. Но это только ориентация. Какая адекватная ориентация в сегодняшнем. Я не вижу светлого будущего через 15 лет для Кавказа. Исходя из той ситуации, которая складывается сегодня, как бы, наверное, нет. Не особо. Ну, не знаю. Я не вижу предпосылок к этому. Если бы у нас вся молодежь рвалась к знаниям. Если бы все как-то были на каком-то немного другом настрое. И настроены были на конструкцию, а не на деструкцию. Тогда, может быть, да. Но лично я вот субъективно. Через 10 лет, я не думаю, что что-то очень сильно поменяется. И вдруг здесь внезапно станет что-то такое. Честно говоря, я не могу рассматривать черкесов только вот отдельно их и весь другой Кавказ. Вот. Потому что вы спросили адыгского будущего. Все народы, которые живут на Северном Кавказе, имеют примерно одно мировоззрение. Вся вот эта территория, то, что называется Кавказом, я не могу выделять черкесов только вот их, а остальные там. И куда они денутся? Никуда они не денутся. И поэтому вот. Но какая перспектива? Если все будет идти такими темпами, как сейчас, то я думаю, что национальная традиционная культура. опять же, отталкиваясь, это мнение основано на том впечатлении, на том, что я вижу сегодня здесь. Почему-то я думаю, что традиционно наша культура все-таки не сможет противостоять глобализации, которая сейчас происходит. она не настолько жизнеспособна и не настолько все-таки уже сильна. Поэтому я думаю, что там как-то все-таки она потихоньку у нас идет на нет. Потому что при том равнодушии, том безразличии, не только к своей культуре, а в первую очередь к себе самому. Я не знаю, что надо сделать, чтобы вернуть то, что было утрачено такое огромное количество времени, что я просто не знаю. на меня повлияло, видимо, белые мигранты Франции. Я считаю, что это произошло после революции. Я считаю, что вот это советское, советский ужас, это вообще это последняя уже ступень была, наверное. Советское плохо повлияло? Хотя, да не знаю, тут просто один, тут можно по-разному, тут много чего можно говорить, потому что с одной стороны советское плохо, а с другой стороны все научились читать, писать. Если раньше еще подойти, то, конечно, учитывая там, не знаю, все... Нет, ну все понятно, что мы сейчас рассматриваем исключительно традиционную национальную культуру. Ну, наверное, больше после революции тогда. Плохо. Когда там черкесский сняли, когда с женщины платки сняли, там, горянка, сними платок, все вот эти плакаты. То, что, например, у чеченцев сегодня там насаждано сильно эти платки, это вообще не то, конечно. Это ж неестественно, это все под страхом, под это и... Поэтому, а вот, естественно, у наших стариков там кинжалы, там, деда моего даже рассказывали, когда вот уже установили, ну, до войны это было. Ну, ладно, естественно, шашки кинжала не носили. Но вообще холодное оружие запрещали, НКВД и все это. Это... То есть вот как раздевать начали людей, вот так и сознание, по-моему. Потом у нас сейчас все вот мужчины, например, даже старики, если на похороны, или на какие-то митинги, или еще куда-то, вот какие-то собрания. Мужчина-кавказец, там, или черкес, ну, по паху хотя бы один бы одел. Нет, у нас все так ходят, или вот эти вот коммунистические шапки и так далее. И это настолько глубоко вошло, что вот сегодня, о чем можно говорить, если там... Наши старшие, например, требуют к нам уважения. Он вчера сам партбилет сдал, а сегодня он вспомнил видитель, что он кабардинец. И он требует, чтобы вот ему вера была. Как? Я не знаю. Считаю, этот разрыв поколений – это катастрофа. Я делала в позапрошлом году проект про Черкесскую, про национальный костюм. И там у меня была отдельная тема по тому, как русская армия, русские цари начали набирать кавказские подразделения вот в охрану себе, в армию русскую. И что это? Ничего, да, такие условия там создавались. Они с переводчиками все были. Им даже в голову не приходило учить русский язык. Поэтому это там столько спорных вопросов. Я не историк. Я просто основывалась только на том материале, который я знаю. Но в большей степени, я думаю, все было утеряно, когда вот уже, наверное, большевики. Музыка. 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 Музыка.